Склонившись над памятным альбомом, летописью дельфина, на страницах которого запечатлена история бассейна Старая Гвардия, возвращается в детство. Они были первыми воспитанниками секции плавания, которая появилась в нашем городе 55 лет назад. Дельфин хотели сдать в конце 65-го. В сентябре по всем школам дали объявление «Идет набор», а точнее «отбор». Желающих попасть в секцию собрали на центральном стадионе и дали три задания. Пробежать 60 метров, выполнить становую тягу и показать силу легких. Надо было, что есть мочи, думать спирометр. Из тех, кто прошел, сформировали группы и отправили в зал на сухое плавание, готовиться к финальному испытанию на воде, когда откроют бассейн. Вот как этот волнительный момент вспоминает Игорь Травов. Я был в списке последней, вот со знаком вопроса, как сейчас помню. Я посмотрел у нее, вот этот, в Райсе Фимовне, значит, в блокнотике там. И, наверное, я так понял из-за того, что я ей сказал, у меня было, ну, что ты можешь, а что ты можешь. Я говорю, ну, я могу пронырнуть бассейн. И вот этим я, может быть, ее, как бы, себе место забронировал. То есть я пронырнул до 25 метров тогда, это было, ну, наверное, для пацана, в то время, что такой семиклассник. И получается, что, и после этого мы начали уже тренироваться. Занимались после школы и до начала занятий, прибегая на уроки с мокрой головой. Плавали по три раза в неделю, а в каникулы каждый день. Начались первые соревнования. Эти поездки дельфиновцы старой закалки до сих пор вспоминают с особой теплотой. Однажды ребятам даже посчастливилось увидеть мастер-класс от прославленного советского пловца Владимира Буре, отца известных хоккеистов Павла и Валерия. В бассейне работало несколько тренеров, и у каждого был свой подход. Например, Борис Константинович Квитковский, который занимался с ребятами по вечерам после работы, очень любил вывозить своих воспитанников на большую воду. Он брал лодки в прокат. И не лодки, а единственную лодку он брал. И он греб. А мы от Маслихинского моста плыли до плотины за ним и обратно. Представить себе можете, какое расстояние? Огромнейшее. Так вот, начинаешь его догонять, он усиливает. Все. И вот мы такими вот темпами, то сбавляя, то наращивая темп. Вот это были тренировки на открытой воде. Было чудесно просто-напросто. За эти 55 лет через Дельфин прошли сотни саровчан. Одним из самых прославленных воспитанников городской секции плавания стал Анатолий Рыбаков. В 70-х годах в составе сборной Советского Союза он принял участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Колумбии. И чемпионате Европы в Австрии, откуда привез серебряную и бронзовую медали. Нынешнее поколение ребят тоже ставит перед собой амбициозные задачи. Сегодня в Дельфине только на бюджетной основе занимается 250 юных саровчан. Достигать успехов им помогает отличная база. 10 лет назад бассейн перестроили, оставив от старого здания только саму чашу. Не хватает разве что тренажерного зала и системы электронной фиксации финиша, которые, как считает Федерация плавания, помогут вывести наш бассейн на качественно новый уровень. Константин Перевозчиков, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.